Разлад между Руксандой Главан и Штефаном Гацканом начался в 2015 году, когда Главан на посту министра здравоохранения в ответ на многочисленные жалобы пациенток провела незапланированную проверку в институте матери и ребенка. Им руководил тогда Гацкан. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, в частности, неэффективное использование финансовых ресурсов. Согласно нормам, утвержденным Минздравом, в каждом медучреждении запас лекарств не должен превышать сумму в 5 миллионов леев, и его должно хватить на два месяца. В 2015 году запас медикаментов значительно превышал необходимый — 18 миллионов леев в денежном эквиваленте, что увеличило долги больницы. Институт матери и ребенка в 2011 году, когда учреждением руководил другой менеджер, накопил кредитных долгов в размере 900 тысяч леев, и запас медикаментов на сумму чуть более 2 миллионов леев. В то время как на 1 октября 2015 года долги возросли до 40 миллионов леев, а запас медикаментов более чем вдвое превышает необходимое количество для нормального функционирования. Скорее всего, есть определенные интересы между руководством медучреждения и компанией. Я не могу ничего сказать определенно, я просто констатирую факт. Результаты проведенной проверки показали, что, несмотря на огромные запасы медикаментов, отсутствовало почти 17 процентов необходимых лекарств. Следовательно, не исключены случаи, когда пациенты сами были вынуждены покупать лекарства, что противоречит закону. Другой претензией Руксанды Главан к Штефану Гацкану было не использование 10 миллионов леев, выделенных национальной компанией медстрахования, на ремонт блоков педиатрической хирургии. Деньги вернулись государству, а ремонт так и не был сделан. Этот контракт был подписан в 2011 году, когда институтом руководил другой менеджер. В 2012 году, когда институт возглавил господин Гацкан, он не предпринял ничего для того, чтобы освоить эти средства. Позже национальная компания медстраха сообщила, из-за того, что эти средства не были освоены, вовремя больница их потеряла. С нашей точки зрения, упущение реальной возможности инвестировать 10 миллионов леев в ремонт блока. Тогда по факту выявленных нарушений Минздрав обратился в счетную палату и НЦБК с запросом о начале расследования расходования средств института матери и ребенка. Это и послужило поводом для увольнения Гацкана с поста главы медучреждения. У самого Гацкана своя версия. Фирма Главерокс, принадлежащая главану, участвовала в тендере на поставку оборудования, который закончился судом. Когда она занималась бизнесом, проиграла дело в суде, потому что пыталась мошенничать. У меня есть эти документы о мошенничестве и подделке документов. Тогда же Гацкан обвинил главан в оказании на него давления для того, чтобы снять с должности директора института матери и ребенка.